Добрый вечер! Телефон нашей с вами обоюдолюбимой радиостанции 6510996, код города 495. Потихонечку вы начинаете набирать, упражнять пальчики по клавиатуре, пока ни одного звонка еще нет. Поговорим о том, как сегодня замечательно развивались события. Вы заметили, что у нас законодатели тонким слоем намазаны по всей стране. Наибольшая концентрация собрана, конечно, самых рьяных и талантливых в палате номер 6. Там сидят максимально достойные люди, но не менее достойные. Тихонечко занимаются законодворчеством по окраинам нашей страны. После того, как самая главная дума удостоилась рецензии Познера, после этого началось такое легкое состязание. Кто же следующий? Почему-то им показалось, думцам разных созывов уровней и муниципальных образований, что это, наверное, даже не столько ошибка или не совсем комплимент, сколько настолько кристальной чистоты истинная правда, что очень хочется оказаться в этом русле. Ну, ребята, тренд увидели. И началось. Единственное, кто попытался как-то вернуть былое смысловое значение слову «депутат», сейчас-то оно ругательное. А вот нашелся один приличный человек, Лев Шлозберг, он как раз попытался вернуть, что если что называется «хочу сиять» заставить заново величественнейшее слово «депутат». Ему, в общем-то, это удалось, по крайней мере, в региональном масштабе. В целом, слово «дума», какую бы оно приставку ни имело, оно пока еще не удостоилось своего Шлозберга, поэтому не отмыто до конца и носит скорее все-таки рецензионный вариант транскрипции имени Познера. Мне очень понравилось, как замечательно в эту игру включилась московская. И московская дума, по-моему, все-таки вырвала пальму первенства, а также табуретку из-под всех конкурентов и имеет полное право на переименование. Речь идет о законопроекте, о поправках в административный кодекс города Москвы. Там несколько таких замечательных наказаний придумано, которые, конечно, не считав всем остальным регионам. Не додумались, ребята. Мне больше всего понравилось то, что... Причем ведь это были не какие-то предварительные намеки или законопроект. Это состоялось чтение, и поправки были одобрены. То есть депутаты готовились к этому давно, и сам проект закона был опубликован московским комсомольцам несколько недель тому назад и прокомментирован. Газет «Московский комсомольц» — это такая газета, которую все говорят, что мы не читаем, но как только там что-то стоящее появляется, выясняется, что все уже прочитали. Видимо, думцы московские так не сделали, поэтому они не догадались, насколько не в ту сторону они пошли. Им подсказали, не увидели. Они собрались вчера во вторник, сели по кумекали и одобрили поправки в столичный административный кодекс. Само по себе это явление уникальное. Закон улицы, закон района — это то самое, из-за чего как раз вы помните, наши предки дрались из серии «Ты не с нашей улицы, ты не с нашего двора» и вообще «Парень, ты откуда?» Вот как раз подобное феодальное размежевание, оно у нас и в административном кодексе приветствуется, поэтому у субъектов существуют свои права на посягательство на основной закон. И московские депутаты, они взяли и придумали три очаровательные поправки. Они, конечно же, направлены, естественно, против автомобилистов и идут под флагом экологии. Экология очень удобная. Вот когда люди, например, друг друга убивают под каким-то там религиозно-конфессиональным флагом, получается не очень понятно, потому что, вот, например, католики с протестантами, они все средние века резали друг друга, и не очень было понятно, в чем их различие. А вот здесь с экологией все понятно. Вот если ты, например, враг природы, то это очевидный враг. Это сразу понятно, сразу видно. И вот верные признаки, они как раз и были закреплены и одобрены московскими думцами. Самый гениальный вариант – это штраф на водителя за то, что он еще не совершил. Это такой штраф в будущем времени. На самом деле этот штраф за газон, которого нет, но на который ты поставил свою машину, не зная о том, что местный муниципалитет запланировал здесь в ближайшие 50 лет сделать какое-то зеленое насаждение. Это на самом деле не шутка. На полном серьезе они взяли и прописали такую возможность. Звучит следующим образом. Автомобилист решит припарковать свою машину в том месте, где когда-то был газон, или сейчас он утрачен, то есть его нету, и ниоткуда не следует, что здесь газон. Или высадка зеленых насаждений предполагается. Вот если вы не обладаете прозорливостью человека, гадающего на картах, или просто экстрасенса, и не можете предположить, что вот тут затевается газон, то вы тоже будете оштрафованы. Ну там 3-5 тысяч рублей. Причем в автоматическом режиме. Мимо проезжает некто, фиксирует, после чего вы получаете письмо счастья. То есть презумпция виновности. Закон будет в реализации своей возложен не на людей, с которыми можно хотя бы как-то объясниться и сказать, что вот тут не совсем очевидно. Вот обломки этого грязного КАМАЗа, который только что отсюда увезли с этой бетонной плиты, не подразумевают здесь зеленых насаждений. Ни из чего не следует. Но Московская городская дума предположила, что это очень удобный способ побороться за природу. Поэтому ввела штраф. Причем он дифференцированный. Вот за это хулиганство для физических лиц. То есть для нас с вами одна ставка. А вот, например, если должностное лицо такие вещи себе позволяет. Непонятно, правда, как тут отличить человека за рулем машины, то есть физика от должностного. Там уже почему-то до 20 тысяч. А для юрлиц до 200 тысяч. То есть, видимо, если водитель бетономешалки подъехал, он платит заведомо больше, чем мы с вами. Приятная особенность. Еще одна приятная особенность – это сброс снега. Вы, наверное, сегодня уже слышали по многим радиостанциям. Первым с утра начал Сан Сан Шпикуленко. Как раз обсуждали этот вопрос. И забавно. Ты подходишь, у тебя сугроб вместо машины, ты отколопываешь дверцу и сразу уезжаешь на ближайшую мойку. Видимо, власть должна тебя догнать и предложить тебе перископ. Потому что иначе доехать невозможно. А попытка почистить свою машину – это административное правонарушение. Великолепно. И как раз те же самые 3-4 тысячи рублей для физического лица. И третья очаровашечка – это замена колеса. Тут ремонт машин вне специальных мест, так же, как и мойка запрещены. А поскольку пробитое колесо – это тоже ремонт. Не ремонт самого колеса. Для него есть место, называется совершенно монтаж. А замена поврежденного колеса на обычное. Вот для этого какое специальное место есть? Где в природе существует специальное место для замены колеса? Колеса на колеса. Вот где? Оно не существует. Вы помните, еще во времена нашего главного пчеловода страны у нас как раз появился запрет на мойке. Нельзя во дворе мыть машину. И это было сформулировано следующим образом. Запрещается мыть машину вне отведенных для этого мест. Кто-нибудь в Москве хоть раз когда-нибудь видел место, на котором написано «для мойки машин»? Вот где эти специально отведенные места? Специально запрещенные – это весь город. А специально отведенные, чтобы я сам мог помыть. Вот я, например, умею мыть машину. Я занимался этим достаточно давно. С детства, когда брал тряпочку, ведерко и мыл сначала папину, а потом свою. По сей пору не разучился. Московская власть считает, что это тоже покушение на экологию, и поэтому должны быть штрафы. И вот это все вместе дает право рядом с Думой, самой главной, которая теперь во веки веков будет считаться дурой, рядом с Госдурой существует такая столичная дурочка. Это наша с вами московская. И как только депутаты столичной дурочки, интеллектуалы, умницы, вот это вот светильники разума, рассевшиеся по скамеечкам и блеснувшие своим интеллектуальным мастерством, одобрили эти поправки. Вот тут-то совершенно внезапно к ним приехала Анастасия Ракова. Она надзирает за их законотворчеством с позиции мэра. Она является его законным представителем в столичной дурочке. Она приехала к ним и сказала, «Ребят, не позорьтесь, вы, да, действительно, доказали всей стране, что имеете право стоять рядом. То есть есть в одном городе государственная дура, а есть рядом такая помельче девочка, называется столичная дурочка. Все, этот тренд вы выиграли. Он ваш, вы молодцы, поздравляю. Дальше хватит. Поэтому одобренные поправки пока еще не ратифицированы. То есть мы какое-то время можем смахивать снег со своих машин, можем себе позволить что-то там делать такое с колесом и можем не гадать, вот тут вот запланирован на ближайшие 200 лет газон или нет. Причем обратите внимание, госплан Москвы, городской план реконструкции, вот тот, который реализуется сейчас хордами и кольцами, он 1971 года. Это документ. И в этом документе в 1971 году написано, что, где и будет, в том числе какой газон. И мы с вами не знаем, какой газон будет, где. Понятия не имеем. Но это прописано в 1971 году. Поэтому если они принимают такой закон, то по генплану города Москвы нас можно штрафовать в ближайшие 40 лет. И мы с вами не узнаем, где и что. Причем в автоматическом режиме. Презумпция виновности. Мне нравится в этом отношении другое. Весеннего обострения еще нет. Как правило, все-таки депутаты нас радуют к 1 апреля. Москва раньше всей страны в торжественной обстановке на заседании столичной дурочки отметила 1 апреля свой профессиональный праздник. Я бы Московской городской рекомендовал сделать официальным днем празднования своего смысла существования 1 апреля. Мы бы сразу понимали, насколько люди адекватные. Потому что так по поводу их адекватности есть какое-то сомнение. Понятно, что интеллектуалы. Но все-таки запредельный уровень для обывателя неподъемный. Перерыв на новости, потом вернусь. Телефон в студии 6510996. Первый дозвонившийся сегодня Андрей. Здравствуйте, Андрей. Как вам наша столичная дурочка? Добрый день. Здрасте. Мне кажется, что, знаете, как в азиатских странах, если устраиваешься на работу по протеже, почему-либо, то пару зарплаты должен этому протеже отдать. И вот у нас, наверное, выбирают депутаты, и они должны, если их выбрали бесплатно, значит, они должны государству отработать. Если же они получили место плата, значит, они должны отбить как-то свои зарплаты, занимаясь. То есть депутат — это человек, который поставлен на деньги, и он просто должен отрегулировать потоки, чтобы шло в нужную сторону. Да, возможно. Похоже. Я полностью поддерживал Познера. В общем, другого мнения, мне кажется, не может быть. Спасибо Познеру. Он наконец-то пригодился сразу всей стране. Он придумал самое точное название. Потому что до этого, возможно, часть его высказывания была спорная, а вот здесь в какой-то веке бесспорная. Спасибо ему за это. Я боюсь, что это войдет в постоянное лексико, наверное. Конечно, конечно. С такими законодателями, естественно, так оно и есть. Что у вас, Андрей, из автомобильного? А у меня к вам такая история. Я, значит, заказал себе Opel Insignium в комплектации Business Edition. У них есть какая-то дизельный вариант в достаточно богатой комплектации. То есть там есть практически все. Прождав ее примерно месяцев семь. Ух ты! Ждал, ждал, ждал. Дилер, значит, мы с ним вместе отслеживали всю историю сборки. Создание машины. Да, дилер достаточно адекватный, в общем-то, позвонил иногда. В итоге она повисла в Клининграде, по-моему, у них сборка. А у них не хватало какой-то части бампера. И вот она там месяца три-четыре висела. Причем, насколько я знаю, они приходят там готовые, там снимают какие-то детали с них, растамаживают и обратно, в общем-то, там эти детали прикручивают. Андрей, скажите сразу самое главное. Девять месяцев выждали положено или нет? Нет, мне потом надоело. Я, в общем-то, купил другую машину, фасад. Скажите, насколько я вот прогадал тем, что не дождался все-таки. Ну, знаете как, вы не взяли себе семимесячного ребеночка, взяли себе готовенького, в рождении которого участие принимали другие лица заинтересованные. Хочется верить, что вам сильно повезло. Хотя, вот посмотрите на свежий номер газеты Авторевю. Это единственное умное в нашей стране автомобильное издание. Там по поводу пассатов вообще и пассат, который вы купили в частности, очень интересный технический анализ поломок, эксплуатации и особенностей конструкции. Вообще-то... Да, вот это самый свежий номер, это второй за этот год. Там очень подробно все рассказано. Там некролог, после которого, в принципе, никакой Volkswagen покупать нельзя вообще и никому. И никогда. И Passat, там написано не так, чтобы уж совсем в открытую, но между делом написано, что машины хуже, в принципе, люди пока не придумали. И у Passat коробка недопустимая, двигатель недопустимый, ну, подвеска туда-сюда, но зато, когда она стоит, стоит она фундаментально. Смотрится красиво, можно рядом подойти, сфотографироваться. Если что, гвоздиком на багажнике насарапать автограф. Но это все-таки точки зрения инженеров, которые копнули по ремонту много слез. А так, ну, ездит же. Ну, посмотрите, вот вокруг же люди ходят, машины катаются, иногда даже Passat. Нет, ездит он очень хорошо, мне очень нравится. То есть, я когда там знакомо катаю, иногда получается, никто, в общем-то, не верит, что 1,8 стоит. А это хороший 1,8. И вообще, ведь B7, это же никакой не B7, это B6 после рестайлинга. То есть, это машина, которая получилась в результате устранения недочетов и ошибок предыдущего автомобиля. Ну, вот, да. Вот, собственно, работа над ошибками. Даже в школе, помните, оставляли после уроков, чтобы сделать грамотно работу над ошибками. Здесь они остались всем заводом. В результате они получили уже нормальный, адекватный аппарат. По конструкции они внесли туда ряд изменений. Но вот эти подробности, которые газета Авторевью, очень совершенно справедливо опубликовала. Ну, вот они и настораживают. И, кстати, по поводу фольксвайнеров, довольно много интересного приходит ко мне в виде жалоб. Сейчас ко мне постучался практически весь актив Тигуан-клуба по поводу прошивки АБС. Там серьезные у них нарекания, связанные с тормозами. И вот для того, чтобы это было разборкой не виртуальной, когда люди пожаловались и разбежались, я им предложил сыграть в открытую. Я беру на тест машину в московском представительстве, пытаюсь сымитировать и ситуации, когда не срабатывает АБС. А там довольно подробно все ребята пишут. И я предлагаю устроить день, он уже назначен, это 20 февраля, когда мы встретимся все вместе, и будут представители пострадавшей стороны, то есть те, кто купил Тигуан, и очень недоволен, и опасается ездить на этой машине из-за того, что она плохо тормозит. Там будет главный пиаровец Андрей Гордасевич, представляющий интересы Вольсвагена. Там будут представители завода, сделавшие эту машину. Там будет несколько независимых экспертов. И мы все вместе откроем первый раунд. Мы проведем мероприятие, пытаясь сымитировать вот эти ошибки и понять, это особенность водителя или это действительно технические недоработки концерна. После чего мы в прямом эфире, здесь уже на Финаме, подведем итоги вот этого события. Сейчас по сетям можно найти, в том числе в Тигуан-клубе, людей, желающих записаться. То есть, если кто-то хочет, пожалуйста. Либо смотрите вот за этой разборкой, потому что на примере Тигуана мы будем пытаться найти ответ на вопрос вообще. И, во-первых, по отношению Вольсвагена к клиенту, и, во-вторых, вот по тормозам. Если помните, у пола седана и у джеты было, но устранено. Вот сейчас Тигуан. И все это, конечно, косвенно роняет определенную тень и на посад. Ну, будем разбираться. У нас Илья на связи. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Как вам столичная дурочка, скажите? Не, ну, комментировать смысла нет. В нашей стране надо быть готовым. Понятно. Каску на голову, грелку на живот и прорываться. Ну, да, кроме смеха сейчас, ну, как бы либо смех, либо слезы. Ну, нет, ну, слезы, ну, чё ж, мы же тут не первый день, в конце концов. Какие слезы? Можем уже только позволить себе легкую иронию. Ну, да, поэтому наш опыт уже с Тимоном учил, поэтому... Знаете, как Виктор Гюго говорил, свобода начинается с иронии. Вот этим мы как раз и занимаемся. Илья, что у вас? Да, ну, на этот раз получилось мне дождаться, потому что как-то удачно сложилось. До этого у меня прямо буквально один раз даже сорвалось, вы тоже говорите, Илья, а у меня захлопнул и слетел вы. Ну, ты, конечно, счастливый, Илья. Вот оно, счастье-то. Да, действительно, сегодня мой день. Вопрос такой. Тут начинаю посматривать машинку для супруги, и с учетом того, что там есть, скажем так, некоторые вопросы, когда выезжаем на дачу в зимнее время по снежной дороге, хотел полноприводную, ну, скажем так, из бюджета там в пределах, наверное, миллиона. Ну, пока еще точно не определился, у меня время, наверное, было полтора, так, на выборы. Посматривал на Skoda Yeti, не нравится немножко багажник, больно, маловато. Да он у всех маловато. По большому счету, вот в какой кроссовер вот в этом типоразмере не залазишь, смотришь, на чем сэкономили, а на багажнике. Ну, вот вариант был неплохо, куда-то делся, вот по вопросу хотел тоже, вот один из вопросов, который хотел задать, это Скаут, Октавия Скаут, она вроде была на сайте, сейчас ее почему-то нету. Нету. Ну, то есть, когда... Все-все, сняли ее с производства, хотя, в принципе, поискать по складским остаткам ее еще можно, но в основном это уже для тех пытливых, которые замахнулись на Белоруссию или на Казахстан, хотя машины из Казахстана, они не получают дилерской поддержки, а машины из Белоруссии, они полностью идут, если что, по всем заводским обязательствам. Сейчас будет просто новый Скаут, этот уже как таковой снят. А, будет все-таки, на Россию только. Да, но это будет совершенно другой Скаут, это будет другая Шкода, это будет другая Октавия, и это будет другой Скаут, но Скаут будет выигрышный, потому что нормальную Октавию третьего поколения ее отдадут на растерзание и уничтожение горьковчанам, там наш нижегородский пролетариат ей там по самые гланды покажет, кто тут в доме хозяин, а Скаут будет идти к нам в чешской сборке, поэтому, конечно, эта машина будет заведомо более выигрышной, но это как раз где-то года через полтора. О, ну отлично, спасибо за хорошую новость. И второй вопрос, не знаю, насколько вы опытны в некоторых аксессуарах или нет, вот ездим каждое лето на рыбалку, ну, получается, последние два года на двух машинах в семье, потому что там еще дети едут, там все дети и так далее, и как бы уже брал тут на прокат один раз бокс на крышу, и вот сейчас решил как бы покупать, но там их бесчисленное множество сейчас, если раньше было только Тули там и Монблан, то сейчас как бы сколько угодно. Вот есть ли тут какие-то, ну, я не знаю, приоритеты с точки зрения цена-качества, или уже не думать, брать только проверенные Тули? Берите только проверенные, потому что это то же самое, как с детскими креслами. Снаружи они все очень симпатичные, а по факту выясняется, что половина из них сделана китайцами из соплей, к сожалению. А Монблан, насколько он проверен или нет? Я, в принципе, вроде как, вроде той же стороны делается или нет? Знаете, вот я, ну, тут действительно, вы абсолютно правы, не специалист, потому что я никогда на крышу себе ничего не приматываю. Мне очень не нравится ни ситуация с парусностью, ни вообще в целом наличие чего бы то ни было вне зоны автомобиля. Потом забываешь об этом, иногда хочется пригнуть ушки и пролить в какую-нибудь щелку, а у тебя сверху стоит целая «Катюша», ракетная установка. И самое главное, мне в этом отношении проще. Знаете как, я умею хорошо готовить, я знаю кучу рецептов, все они начинаются с фразы «берется женщина и ставится к плите». И если женщину, а также жену попросить уложить багажник, то получается, что туда влазит больше, чем картина-корзина-картонка и даже маленькая собачонка. Когда я укладываю багажник, ничего не помещается, хочется сверху нагромоздить что-нибудь. А у женщин получается. Не, у меня с укладкой все нормально, просто служебная машина, как бы багажник не очень. Ну, как бы S80 с «Вольво». Ну, как бы... Нормально, удочки не влазят, согласен, а все остальное в S80 помещается. Кстати, из здоровенных ящиков, по идее, еще у нового «Аутлендера» сзади кое-что тоже помещается. То есть, тоже гляньте на эту машину, хотя «Скаут», конечно, будет заведомо лучше. Спасибо огромное. Спасибо вам, сейчас мы прервемся на новости, потом пару слов по рекламе, после чего вернемся к общению друг с другом. Телефон любимой радиостанции 6510996. Дмитрий дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Скажите, Дмитрий, вот за ваше терпение вам награда чуть больше тем. Если бы московская, ну, столичная дурочка приняла бы этот закон в окончательном чтении, вот вы стоите на своем месте, на привычном, мимо вас проезжает техническое средство фиксации, которое вам в одностороннем порядке в спину выставляет счет за то, что тут когда-то через 200 лет запланирован газон. У нас в стране презумпция виновности. Водители у нас выведены из-под действия Конституции в этом отношении. То есть у всех остальных, у убийцы презумпция невиновности, у водителя презумпция виновности. Вот что бы вы делали? Вы стоите здесь всегда, и вам за неделю приходит, например, 7 штрафных квитанций, при том, что депутаты государственной дуры, они пытаются сейчас протолкнуть закон о бальной системе. То есть получается у вас 5-7 неправильных парковок, и вас лишают на 2 года права управления. Опять-таки презумпция виновности. Вы обязаны что-то такое доказывать. Вот что бы в этой ситуации вы делали? Ну, я либо вставил его в другое место, либо номера поснимал бы. Так, с номерами более интересно. Вы же можете не узнать, ведь это все приходит задним числом. Вы тут стоите, а вам, например, приходит пачка квитанций о том, что полгода тому назад вы были оштрафованы 25 раз подряд за то, что встали в неположенном месте. Вам же не в онлайне, это же не полицейский, который подходит и говорит, слэш Димон, ну-ка быстро мне бабла. Нет, это вежливый робот. Он просто тихо и спокойно изводит вас. Тут без комментариев. Я надеюсь, это не случится. Вы думаете, что у них здравомыслие все-таки победит? Похоже на то? Или это мы с вами просто мечтаем обоюдно? Нет, я надеюсь. Вы надеетесь. Да, Дмитрий, что у вас автомобильного? А, у нас муки выбора. О, это приятно. В других хочется Honda CR-V новая. Так. А мне больше нравятся Subaru XV. Тоже новые. Все в автомате. Ну да, на самом деле с вариатором. Да, ну да. А вы вдвоем будете делить тачанку? Да. И при этом у вас задачи чисто городские. Вы не будете там куда-то... Ну да, чтобы не черпать брюхом. Ну да. Чтобы припарковаться можно было где-нибудь на газончике. А вы эти машинки уже потрогали, пощупали, понюхали? Ездили в CR-V. Так. До Subaru пока еще не дошли. Вот обязательно посмотрите, что такое Subaru. И потом найдите блог в живом журнале Алексей Мочилов. Один из немногих очень адекватных журналистов нашей страны. Причем абсолютно независимых. Он по поводу как раз XV написал несколько очень любопытных открытий. Машина разочаровывает своим салоном, своей шумоизоляцией. Но ее там просто нет. Правда, в этом есть плюс. Когда у вас, например, в салоне играет любимая музыка, а вы ходите вокруг машины, снаружи ее тоже хорошо слышно. То есть не нужно там делать погромче или окно отпускать. Ну, пожалуйста, вы включили там какой-нибудь Blank Guardian, и вот он на всю улицу разливается, и вам хорошо. Но при всем при том, вот эта искра таланта, которая живет в подвесочниках и в трансмиссионниках фирмы Subaru, она в данном автомобиле раскрылась в полный рост, потому что она, вот как ни странно, это абсолютно легковая машина, она действительно кроссовер. И по геометрии, и по сути. Причем Мочелов тестировал машину с немощным 1.6 в Риатре, и этого оказалось выше крыши достаточно. Но машина сильно проигрывает по убранству. То есть мебелишка паршивенькая, обилочка дешевенькая, и вместо, конечно, шанхайского Барса, ну там даже не мексиканский Тушкан. И CR-V гораздо лучше. Но CR-V это не новая машина, это рестайлинг старый. Она выдается за новую, это просто работа над ошибками, работа грамотная. Машина по-прежнему с нюансами и с компромиссами, но она, что называется, посолидней, посерьезней. Она берет имиджем своим, потому что Субарка, она все-таки всего лишь навсего импреза, вставшая на цыпочки, а тут аж на цельных кроссовер в натуре. И CR-V, конечно... Маленький, меньше стал. Да, меньше, меньше, потому что, ну, откуда им... Видел я эту Италию на карте, ну, сапог сапогом. Ну, откуда японцам, знаешь, что такое русские дворы, куда ты заезжаешь и начинаешь бороться за выживание. Они же не знают, что МЧС не работает в московских дворах. Поэтому, конечно, и машина пониже, и труба пониже, и дым пожиже. Но CR-V, она по убранству гораздо лучше, гораздо выигрышнее. Вот вы едете в CR-V, вы хотя бы понимаете, за что вы платите. А в Субару вы понимаете, за что вы заплатили. Только когда вас нелегко дернуло самому накопать картошки на колхозной грядке. Вот тут вы понимаете, удирая от сторожа по боеракам, зачем вы купили эту машину. А в остальных случаях вот такого бытового использования, ну, там сварные швы, торчащие наружу, это дубовая совершенно пластмасса. И вы понимаете, что вот единственное натуральное дерево, которое в этой машине есть, это прокладка между рулем и сиденьем. Все остальное, это просто тихий ужас. Потом вы за это отваливаете свой полноценный миллион. То есть это вы не платите, это вы, что называется, отваливаете. За что именно? Большой вопрос. И каждый раз, когда я смотрю на Субару, я это делаю обязательно с носовым платком, с применением его по прямому назначению, потому что слезы льются рекой. Мне жалко фирму Субару, которая у меня на глазах практически в объятиях погибает. Андрей, здравствуйте, вы дозвонились. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Да, вас, кстати, не видно и почти не слышно. Андрей. Извините, я буду тогда немножко громче или уйду сейчас в громкой связи. Прошу прощения. Да, переходите на нормальный способ. Да, я уже ушел в громкой связи. Мы всем городом, всей столицей затаились. Ждем вас. Сергей, у меня вопрос, собственно, вот какой. Соответственно, тоже муки творчества. А езжу на X-Trail, все устраивает, никаких вопросов нет. Потому что он у вас 2.0? Он у вас или 2.5? Нет, он у меня 2.5. 2.5 на вариаторе? Да, на вариаторе. И сколько он у вас пробежал? 124.427. Потрясающая машина. Я бы обязательно сфотографировал бы одометр, сервисную книжку и отправил бы в московское представительство Nissan в качестве поздравления. Да, ради бога, меня в московском представительстве Nissan хорошо знают, они ее чинят постоянно. А не всем представительствам ее чинят? Сервис уже все? Изнемог? Нет, все сервис, сервис чинят. Там все очень хорошо, кстати. Вот по сервису действительно замечательно все. Последний раз оторвал кардан, заменили по гарантии. Шикарно. А по вариатору проблем не было? Не выл, не орал, не скурил? Нет, вот абсолютно. Не машину не жалею. Ну, как не жалею? Значит, проблема-то у меня, собственно, следующая. Работаю в московской области, но там сейчас дорожки супер. А плюс к этому имею совершенно глупую привычку, ну, часто ездить на длинное расстояние. Знакомая болезнь. Ну, да, вот, и, соответственно, сейчас уже, ну, машинка пробежала как бы хорошо, и, думаю, заменить ее на Таха. Ух ты! Вот. Что расскажете? Грузовик. Большой суровый грузовик с грузовикастым расходом топлива. Не внедорожник. Он внедорожник только в опытной руке. Если вы мастер бездорожья, тогда на этой штуковине вы сможете продраться там, где все остальные завязнут. Ну, правда, по геометрии вы сразу оторвете себе бампер. Таха, вот когда везет, не в том смысле, что тянет, а в том смысле, что ваше везение, он, в принципе, изводит вас по мелочи. Ну, тут не контактик, ну, тут лампочка, ну, тут проводочек, ну, тут еще что-то. Когда не везет, в нем начинает накрываться все, кроме мотора. Вот, чтобы прибить его мотор, нужно заниматься этим специально. То есть, Таха это машина, которая требует удачливости покупателя. Вот если вы удачливый покупатель, а судя по тому, сколько у вас прожил X-Trail, вы как раз удачливый. То и Таха у вас поживет. Но это здоровенный грузовик, в общем-то, заднеприводный, к этому нужно быть готовым. И ежели что, он с дороги убирается на раз. То есть, вы пытаетесь громко крикнуть «мама» на весь салон, но не успеваете. Понятно. А джип в вариации «Рубикон»? Ну, это хорошая вариация, такая под три лимона. В «Гранд Чироке» есть «Рубикон». И сейчас, тем более, у него рестайлинг, у него там много нового. И прославленная на весь мир восьмиступенчатая автоматическая коробка. Аплодисменты в зале, потому что восемь ступеней — это не у каждого случается. Сам по себе аппарат. Очень неплохой, но, как всяческий Крайслер, он даже еще хуже, чем GM. Потому что Крайслеровцы, они очень любят братьям своим меньшим мексиканцам поручать часть сборки. Поэтому у них много чего идет оттуда. И, конечно, пока молодое, оно все хорошее, но оно быстро состарится. Зато имидж, и зато внедорожник. Нет, прошу прощения. Здесь дело-то не вынеджено. Да, это понятно. Я, скажем, раза четыре-пять за сезон, но мотаюсь на 1600 километров за Астрахань. Соответственно, когда 15 часов проезжаешь, тут вот уже улететь с дороги... Не хочется даже, если вы ездите всего пять минут. Но вот по дороге Грант будет вести себя предсказуемо и лучше. То есть на Гранде вы отстрельнете туда-обратно. На Тахе придется потренироваться. Поэтому если выбор только между этими двумя машинами... Хороший такой классный выбор, на самом деле. Нет, но я понимал, что X-Trail я лучшей замены не найду. Трудно. Потому что трудно, да. Но я сейчас смотрел новые X-Trail. У меня у супруги тоже X-Trail новый. Тот, который уже в России собирается. Но абсолютно другая машина. Это да. Совершенно другая по управляемости. Либо вы уходите в сторону корейских кроссоверов, или вообще кроссоверов таких больших. Ну, например, Toyota Highlander. Это всего лишь на всего Camry на полном приводе. И внутри у нее кирзовый сапог вместо салона. Но едет она хорошо, мотор у нее замечательный. Или какой-нибудь здоровенный ящик типа Honda Pilot. Она дорогу тоже держит. Ну, так, конечно, похуже, чем Highlander. Но тоже неплохой утюжок. Посмотрите этих братцев. Да, спасибо. Буду думать, но мне все-таки еще и по лесам, по полям тоже ездить приходят. Тогда Grand Cherokee. Тогда Grand Cherokee. На Grand Cherokee каждый из нас король. Это правильно. Игорь у нас на связи. Здравствуйте, Игорь. Алло, Сергей. Добрый вечер. Здрасте. Да, Сережа, благодарю вас. Великолепные эфиры. Такие как раз понимания особенно японских автомобилей. Ну, вы частично уже ответили на мой вопрос. Я ждал, ждал, но дождался. Вопрос следующий. Сережа, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, от какого вот перепугу, вот это назвали, да, по поводу японцев? Вот за что они берут такие деньги? Я вот чего-то не понимаю этого ценообразования, от чего оно так зависит, когда нам здесь пытаются новые автомобили, тот же CR-V, сказать, что это новый автомобиль, хотя это модернизированная старая платформа, пятиступенчатый автомат плюс старые двигатели. Я что-то, я никак вот понять не могу, понимаете, вот люди вот звонят, спрашивают, а я вот понять не могу, они хотя бы вот немного технику берут, хотя бы вот на ощупь, ту же кирзу потрогать, как вы говорите. Я никого не хочу обидеть на самом деле, просто понимание вот откуда это ценообразование, когда у нас японец стоит фактически как европейец. Так ведь, Игорь, мы же платим, мы же прибегаем туда, выпучив глазки, вздрючив хвостик и подняв шерстку на холки, и сами себя уговариваем заклинанием «настоящее японское качество из Турции, или из Англии, или из Америки, посмотрите!» Ведь, например, английская сборка английских машин, там же лорды и сэры стоят на конвейере, там же не вьетнамцы с пакистанцами, это же настоящие чистопородные англичане. Ну как не взять японское качество под вьетнамской рукой, рожденное где-нибудь в Англии? Ну очень хочется. И до тех пор, пока мы позволяем себе такие вещи, кто будет отказываться от лишнего куска хлеба? Мы сами прибегаем и кричим «ну пожалуйста, ну разуйте нас, ну разденьте, ну лишние у нас штаны!» И они говорят «ну ладно, если вы такие русские». Ведь они же к нам приходили осторожно. Вспомните, как та же «Хонда» пришла, когда в Петровском пассаже в Москве они выставили за пятнашку «Сивик» и за восемнадцать у них стоял двухлитровый аккорд. И мы с опаской на это смотрели. Вот она, машины под ключ. В восемнадцать тысяч, и ты уезжаешь на двухлитровом новеньком шикарном аккорде. Но мы же теперь... О, тогда транспорт был другой, о чем мы говорим, конечно. Но мы же их шапками закидали. Мы же примчались, выпучив глаза и сказали «дайте, дайте». Вот результат, пожалуйста, имидж. Вопрос с сайта «Можно ли отключить АБС на Лачете вагон?» Пришел из Уфы. Человек не уверен в том, что адекватно срабатывает у него АБС. Когда я был не уверен на одной из своих машин, я так и сделал. Я именно предохранитель выдернул. Там вопрос в том, что нужно иногда еще сплясать с бубном. Нужно быть к этому готовым. Но, в принципе, это самый правильный вариант. Евгений у нас. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Сергей Степанович. Откуда вы? В Оренбургской области. Ух ты! Здорово. Ага. Да, не часто звонить. Да вот, решил на вашу мельницу маленько тоже добавить по поводу японского качества. Влаги. Давайте, добавьте. Вот. Ездил до этого на китайском Great Will Holler. Стройка. Вполне устраивал. Хороший автомобиль, хотя вы их не любите, но из китайского, наверное, один из, в принципе, адекватных. Да. В принципе, адекватных – это правильная формулировка, потому что Great Will на нашем рынке – это, наверное, единственная китайская фирма, за которую не то чтобы не совсем стыдно. Но стыдно – не совсем. Да. Да. Вот. И всем бы устраивал, но вот один раз присел на более такой современный автомобиль, санъем к экшн новый, понравилась динамика, все загорелся сменить. Вот. Но на экшн не решился, а все-таки купил себе Qashqai плюс два. Ух ты! Вот. Ага. И, в общем-то, с самого дня покупки огорчение, ну, не сказать, что прям глобальное, но, по крайней мере, китаец такого не преподнес. Выехал из автосалона, руль сразу кривой. Вот. Пока доехал, брал в Оренбурге, а вынужден был ехать к себе домой в Орск. Так. Уже возвращаться не стал. Оказалось, что сход-развал вообще на автомобиле не установлен. И в салоне там деталей кое-каких не хватает. Это английская сборка. Не в России ничего. Так что вот, получается, на вашу мельницу добавляю. Ну, к сожалению, вся палата лордов отложила дела, взяла паяльники в руки, пошла лобать британский автомобиль. Вы его купили, да. Да, вот я его купил. И сейчас пытался найти правду, да, сход, с кого-то это вытребовать, чтобы заплатили, да, там, вот, сход-развал выставить и прочее. 650 рублей с меня сняли, будьте только в полу. За что? Ну, вот, за сход-развал в нашем местном автосалоне. Автомобиль был в наличии в Оренбурге, поехал там, взял в Орске автосалоне. Это же гарантийный случай. За что деньги-то? Ну, вот, гарантийный. Я же проехал. А, за то, что вы ездите на их машине 650 рублей? Да. 650 рублей сняли, вот, сход-развал установил. Несмотря на то, что менеджер автосалона сразу был извещен, то есть я только выехал, говорю, вот беда. Он говорит, ну, это неровность дороги. Говорю, ну, здрасте. Ладно, возвращаться уже не стал. Самое интересное, Сергей Степанович, позвонил в Москву. Вот, то есть если по китайскому автомобилю у меня были проблемы, я их решил здесь, в Орске, в Орске автосалоне, без всяких там доплат. Передо мной извинились, все подправили. То есть здесь сделали гордую мину и сказали, извините, вы сразу сами его убили в тот же день, в какой-то пенек, сделали кривым руль, и сход-развал. Правильно, вот она, серьезная фирма. А тут я не кладаю деталей в салоне, так это я сам отколупал эту деталку, вот, ищите у себя в кармане. Ну, вы не нашли, и опять-таки докупили эти детали. Да, вот такой это оригинальный. Так что вот всем совет, кто покупает в Кашкай, проверять сход-развал, хоть напрягайте их сразу. Вообще, когда мы с вами покупаем машину, у нас глазки горят, и именно это не дает нам возможности спокойно ознакомиться с товаром. А когда мы ее покупаем, мы берем спокойненько под мышку акт приемки, мы же по договору покупаем, у нас же есть документ, из которого следует, что мы его купили. Мы спокойно ходим, смотрим, задаем вопросы, а это что, а это где, а это почему. Именно это и было сделано, но дело в том, что по автосалону же мне никто не даст на машине ездить. Нет, сход-развал нет. Хотя, у вас казалось, что у нас в Оренбурге в Орске это не практикуется, никто не дает, даже на собой купленную автомобиль, чтобы проехать. А мы просто скандальные ребята, мы когда машины покупаем себе, позволяем иногда глумиться над персоналом. Ну, наверное. А нас тыкают спину и кричат, слышь, ты отойди, мы тут тоже хотим. Мы говорим, не минуточку, мы тут еще сейчас ток-ток начинаем владеть нашим транспортным средством. Ну, Евгений, счастливо вам обладание настоящим британским автомобилем с японским качеством и вьетнамской криворукостью. Вьетнамцы тут ни при чем, японцы ни при чем, англичане ни при чем, а вы, к сожалению, всем Орскам виноваты. Дороги не подавно. Дороги неровные? Вот, вот, хлебайте, поэтому... Ниссан, Ниссан, да. Сергей, здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, тезка. Спасибо за передачу. Вот, как бы, ну, у меня вопрос такой. Я юзаю такие бывушные машины. Наконец-то за пять лет скопил более-менее нормальную сумму, которую я считаю для себя, ну, миллион рублей. Хороший миллион, хорошая сумма, кстати. Ну, да, ну, бэушку... Только на бэушку рассчитываю, потому что за миллион рублей хорошую машину новую не купишь. Значит, ездил на XT5 хорошая, мне понравилось. На авоське тоже ничего. Вот сейчас, как бы, приглянулось мне, я сегодня смотрел. Ну, вроде бы, завтра сделка, если вы мне не отговорите. Значит, меня заинтересовало Киево-Махао 10-го года. Что вы скажете про этот, ну, трактор дизельный, трёхлитровый? У него шикарный совершенно дизель. Он с ним едет очень здорово. И это единственный недостаток машины. То, что это один из немногих рамных кроссоверов, на котором нельзя соваться на бездорожье. Потому что, если вы подумаете, что он джип, то он вас сильно подведёт. А если вы подумаете, что это легковая машина, вы будете абсолютно счастливы. Потому что дизель у него очень хороший. Вот то, как они поработали над дизелизацией, вообще перед фирмой Hyundai Kia снимаю шляпу. Они молодцы. И в этом отношении машина правильная. А как с коробкой и подвеской? В принципе, меня не интересует особое бездорожье. Потому что, если я люблю такую экстремальную, ну, как бы, активную образ жизни, охоту, рыбалка. Там для этого есть егеря, которым платишь деньги, они тебе везут на своих тракторах. Ну, доехать-то по любой дороге-то у нас можно. Хоть и на шестёрке. Можно, ладно. Кстати, на шестёрке именно и можно. А вот на всём остальном иногда трудно. Mahav, он классный, здоровый ящик. Он, ко всему прочему, неплохо выглядит. На мой взгляд, он вообще выглядит замечательно. Мне эта машина кажется красивой. И мне в нём всё нравится, кроме его претензий быть внедорожником. Претензия не подтверждена ничем. Коробка у него... Ну, нет, есть, конечно, люди, которые гениально губят и коробки. Есть те, кто поотрывал ему колёса. Хотя продаж немного. Но талантов же хватает. При этом вы ведь, Сергей, вы человек рисковый. Вы замахиваетесь обычно на автомобиль, который заведомо имеет какие-то косяки. Потому что X5, Авоська, ну куда же им без подляночки? Mahav в этом отношении будет честнее. Потому что он менее криминальный. По документам у него всё попрозрачней. И, скорее всего, исходя из года, у него ещё будет внятная сервисная биография. Ну, вот здесь у меня и получается так, что я покупаю всегда как бы в одном сервисе, который бьют битьё. Восстанавливают жестянку. И потом я как бы покупал у них. Ну, вот почему X-а сбросил. Так это двигло. Было скручено. Будь здоров. Там какой пробег. На Авоськ понравилось. Значит, то, что она слишком уж низкая, хоть и четыре там колеса рабочих. Ну, всё-таки я человек ещё и крупный. Это чувствуется по голосу. Масштаб личности, он уже абсолютно понятен. Mahav вас в этом отношении только порадует, потому что он и по потолку повыше, и люстры у него, знаете, как и розетки лучше, и газовая плита хорошая. То есть эта квартира нормально обставлена. Жить в ней можно. Какие там сверчки поползут, мы с вами не знаем. Но вы ведь берёте его, я так понимаю, после того, как он пытался кого-то забодать. Ну, да. Его, вернее, в задницу забодали. И вот её восстановили. Сегодня я наконец-то её увидел в целесообразности. Ну, в целом в виде уже. Только осталось заплатить денежки, чтобы её облили. Ну, и вот я завтра, думаю, решаться брать, играть. Ну, поскольку вы человек рискующий, то почему вам не поэкспериментировать с этим аппаратом? Аппарат сам по себе, по конструкции, сделан грамотно, интересно. Ну, а поскольку вы уже заранее знаете, что там есть, например, последствия ДТП, ну, значит, вы к этому готовы. Человек предупреждён, значит, вооружён. Вячеслав. Вячеслав, здравствуйте. Вы с нами. Вот. Что-то такое, Вячеслав. Это, видимо, не вы. В таком случае у нас Роман. Роман, здравствуйте. Роман, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно пообщаться с вами в первый раз в жизни. Первый раз. Мне тоже в радость. Будучи ещё на маяке, вас встал. Помогли тогда спасти мою знакомую от покупки Жука. Она в итоге взяла Nissan X-Trail. Ну, в принципе, не такая довольная, как, наверное, я. Потому что у неё уже в советской сборке. У меня вот такой вопросик к вам даже два. Сейчас я являюсь обладателем двухлитрового SE Nissan X-Trail седьмого года. Так. Как бы сейчас, ну, встретился с такой проблемой. У меня стало западать на рычаге переключения на автомате кнопочка. И с вероятностью мне ко мне обратился. Почему-то предлагают вместо ремонта заменить электр. Стоимость их работ где-то мне в районе 30 тысяч. А зачем вы пошли к официалам? Вам нужен нормальный человек, который отвечает за свои поступки. Ага, вот тогда вопрос, где же найти этого человека? Тогда найдите меня через социальную сеть, через, например, Одноклассников, либо через Фейсбук. Я вам дам координаты того человека, которому сам езжу со своей машиной. Ага. Потому что, вы представляете, вы пришли в сервис. В сервисе сидят люди на зарплате. У них задача вас ограбить. У них не стоит задача вас починить, вылечить, помочь, послушать, с нежностью прижать к груди. У них норма часа. Но вы же нежно общались все предыдущие 7 лет жизни моей автомобилей. А у них с тех пор, знаете ли, у нас в стране, вы заметили, инфляция 6%. У них с тех пор кое-что сильно изменилось. И тут вы просто обречены на то, чтобы их кормить собой. Поэтому найдите меня, я вам дам нормального человека, который справляется со всеми задачами, которые я перед ним ставил. Сергей у нас на связи. Да. Сергей, здрасте. Сергей, да. Санем Кайром. Так, и что? Вы уже купили его или только принюхались? Я уже его давно эксплуатирую. Просто вот хотелось бы, ну как, мое мнение совпадает с вашим или нет. Мотор замечательный, подвеска правильная, салон приемлемый, дорожного просвета нету вообще. Жигуль. Цепляется мордой, балкой поперечной подвески и непонятно, зачем он это делает. Как только он легковая машина в городе, молодец. Как только он джип, простите, мы все сдохли, лапки отвалились. Ну, поспорим. Так, а в чем именно? У вас еще 30 секунд, чтобы поспорить. 30 секунд, защита, да, у меня защита низкая, но не цепляюсь, на бордюры на высокие скачу, в поле тоже, по снегу, без проблем. То есть, как бы, у меня нет вопросов, вот, как бы, клиренс нормальный, мне хватает. Причем я не городской житель, ну, то есть, вот, в чистом виде, да, то есть, я люблю и в поля, и выехать, и, как бы... Замечательно. Пробег какой у вашей машины? 132. Ух ты, и все в порядке, ничего там, по двигателю, по коробке, никаких проблем? Тьфу, тьфу, тьфу. Замечательно. Тем более, что ваш Кайрон, это последний кореец по честной корейской цене. Все остальные, к сожалению, машины, в том числе и корейские, подорожали настолько, что врут, будто они уже японцы, настоящее японское качество. До завтра, завтра разборки вожделения мечты. До свидания.